Добрый вечер! ГТО принадлежит президенту России Владимиру Путину. Когда в Архангельской области эта идея начала реализовываться? Подписанием первого указа о возрождении комплекса. Мы сразу же создали соответствующую группу, региональный план мероприятий, согласовали его с Министерством спорта Российской Федерации, создали группу при Координационном совете при губернаторе Архангельской области, ну и работа закипела. Начали мы так, как по всей стране, с проведения тестовых испытаний по нормативам ГТО. Кто в них принимал участие? Какие-то известные люди? Вот я знаю, что даже губернатор, да? Конечно, первым делом пример подали главы муниципальных образований, конечно, губернатор Игорь Анатольевич Орлов. Хочу сказать, что для своей ступени, своего возраста он выполнил многие из тестовых испытаний на золотой знак отличия. И это, конечно, хороший стимул для многих. Мы проводили тестовые испытания повсеместно, так скажем, сравнивая данные статистики. В 2014 году, когда мы только начали реализацию комплекса и проведение пробных тестирований, было всего лишь семь областных крупных акций. Мы должны были понять, как реализуется тестирование, как организовывается, кого нужно привлекать для проведения, потому что речь шла о возрождении. Это уже история в новых экономических условиях, в новых реалиях. То в 2015 году мы уже провели на сегодняшний день более ста областных акций. Самые разные целевые аудитории. Мы ориентировались на то, чтобы в каждой целевой аудитории показать пример. И министры, и в целом, и депутатский корпус очень активно включился. И те звезды, которые к нам приезжали, мы каждого из них подключали к тому, чтобы показать, как сдается тестирование. Сегодня, например, наши звезды, поморья нашего спорта, Наталья Подольская, Сергей Круглов, многие другие проводят проекты в муниципальных образованиях, в школах, зарядка с чемпионом. И там в том числе показывают элементы комплекса готов в труду и обороне. Все просто, встань и идеи. Сколько человек уже в таком тестовом режиме попробовали свои силы, попробовали получить заветные значки? На сегодняшний день более 25 тысяч жителей Архангельской области прошли пробное тестирование. Но тестирование, оно же такое экспериментальное, и можно проходить несколько раз для того, чтобы подготовить себя физически к тому, чтобы выполнить норматив по своей ступени. Я в том числе сдавала уже несколько раз пробное тестирование, и знаю, что где-то нужно подтянуть результат, а где-то он уже... А где-то буквально после слова подтянуться. А где-то подтянуться, конечно. Конечно, для каждого возраста, для мужского или женского пола есть свои тестовые испытания. В этом комплексе учтены в том числе и специфика современного поколения. Мы ведем больше сидячий образ жизни, мы больше проводим, к сожалению, времени в гаджетах. И, конечно, нужно... Усилен комплекс тестирования на позвоночник, на гибкость, на развитие в целом, да, ряда сегментов нашего тела для того, чтобы вести здоровый образ жизни и поддерживать самое главное физическое здоровье граждан. Правильно ли я понимаю, что вот комплекс — это несколько упражнений, которые я могу выбрать и сдать? Сам норматив, он разделен на 11 ступеней в соответствии с полом, в соответствии с возрастом. Так, то есть я нашел свой возраст, допустим? Да, нужно выйти на сайт www.3wgto.ru, там опубликованы все нормативы. Вообще они сегодня есть повсеместно, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации. Они едины для всей территории страны, но разделены вот по этим ступеням, по возрастам и для мужчин и женщин отдельно. Есть обязательная часть на уровень бронзовый, серебряный, золотой знак отличия. Есть, так скажем, часть по выбору. Всего обозначено, например, для девушек нужно определенного возраста сдать 8 испытаний. То есть это 8 физических упражнений, да? Разного, по разным видам. Например, это тест на гибкость, это, например, поднятие пресса, это отжимания, это прыжки в длину, это плавание. Это мини-олимпиада практически. Да, это хороший тест, и прежде всего это соревнования с самим собой и по ступеням, и, конечно, в рамках тестов можно четко отслеживать динамику. На это это ориентировано. Это добровольная общественная инициатива, которая была услышана и поддержана правительством страны, президентом страны, и, разумеется, реализуется везде на территории нашей большой Родины. Вот к слову о добровольности, я знаю, что с 1 января следующего года тестирование будет затрагивать всех школьников. Будет предоставлено возможно. Коррелируется эта информация с добровольностью. Вот могу сказать одно, что каждый школьник мечтает так или иначе продолжить свое обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования. И такой соревновательный момент, он очень задает хорошее движение среди школьников, среди в целом образовательной среды. Университеты, институты, в том числе элитные войска будут предлагать дополнительные стимулирующие баллы для тех, кто имеет тот или иной знак отличия. Мы предоставим в обязательном порядке возможность для тестирования, и должны это сделать с 1 января 2016 года для всех обучающихся. Но говорится о том, что это добровольная история, поэтому нужны и согласия родителей, поэтому нужно и пройти медицинский допуск. Никто не будет составлять ребенка проходить тестирование, если у него, например, группа здоровья не позволяющая этого делать. Здесь звучат четкие ограничения, но, конечно, мы будем всячески настаивать, и это абсолютно, наверное, правильное, любой с этим согласится движение, чтобы каждый здоровый ребенок прошел это тестирование, потому что он, может быть, в пятом классе не ориентируется на какие-то истории, а потом этих заветных баллов будет не хватать для того, чтобы пройти в конкурентной среде и получить заветную специальность. Или у нас уже в этом году были прецеденты, когда здоровые, сильные, крепкие парни мечтали попасть в Преображенский полк и так далее. Одним из пунктов, даже это не официальный критерий, это возможный, это рекомендации Министерства образования и науки, Министерства обороны, чтобы сами войска или сами, например, образовательные организации учитывали или не учитывали спортивные достижения. Практически 100% организаций решили, что они, разумеется, будут учитывать. Сама тема пропаганды здорового образа жизни становится не только государственной задачей, а общей потребностью. Все стремятся к этому, это должно стать модным явлением. Но мы сейчас говорили про старшеклассников, а, допустим, ученик 5, 6, 7 класса, он может уже попробовать? Конечно, все обучающиеся могут пройти тестирование с 1 января 2016 года. Наша задача сегодня и правительство Архангельской области, и муниципалитетов сделать так, чтобы это стало возможным. Мы ждали утвержденной логики и системы организации тестирования. На сегодняшний день, на наш взгляд, она вполне реально, прозрачна и понятна. На правительстве региона мы только что приняли целый комплекс мер продвижения и реализации ВФСК ГТО на территории. Здесь и по медицинскому обеспечению, и по подготовке организаторов есть задачи. Ну и, конечно, по центрам и местам тестирования. Я правильно понимаю, что создание этих центров, где ребята будут приходить и сдавать нормы, является задачей номер один сегодня? Да. Или даже это только верхушка айсберга подготовительная работает? Мы в самое ближайшее время разместим везде повсеместно в СМИ алгоритм, видимый и невидимый. То есть, что должен сделать каждый человек, желающий пройти тестирование, и что происходит за кадром, скажем так, когда работает вся система. Вы совершенно правы в том, что необходимо было принять центры тестирования. Что мы сделали? Во-первых, есть в Архангельской области региональные операторы. То есть, тот, кто накапливает протоколы, особенно на золотой знак отличия, направляет их в Министерство спорта для рассмотрения и утверждения выдачи этих знаков. Но на территории уполномоченный орган организует и аккумулирует всю работу. В каждом муниципальном образовании будет центр тестирования. Сегодня мы на основании распорядительных актов муниципалитета это принимаем к действию. Сегодня 16 муниципалитетов уже определили адреса и название организации, которые будут центрами. Это такой офис, где работает человек, координирующий всю работу. Он должен определить даты тестирования ГТО, кто будет принимать эти тесты. То есть, составит четкое расписание. Да, четкий график, четкое понимание, кто сдает, кто принимает. Будет ввести необходимую документацию, заводить ее в базу данных. К каждому центру тестирования будут прикреплены места тестирования. Вот эти места тестирования, они на сегодняшний день четко не регламентированы. Это самые разнообразные площадки. На сегодняшний день нам уже прислали информацию о 88 площадках. Вот здесь главный критерий этих площадок, это может быть и частный спортивный комплекс, это может быть и общественный, и образовательный. И даже на базе федерального университета у нас будет создан центр и места тестирования. Здесь главный критерий плотность населения и доступность территориальная. Чтобы было возможным и не было таких непреодолимых преград, например, в распуте, то, чтобы речка не мешала пройти пробное тестирование или официальное тестирование ГТО. Таких центров, еще раз повторюсь, 88 сегодня, но их может стать 188 и вообще столько, сколько нужно в регионе. То есть, пока идет формирование вот этого сегмента работы? Мы сейчас уже скомплектовали перечень первый, но он будет постоянно обновляться, и мы будем и на сайте ГТО, и на сайте Центра развития массового спорта постоянно обновлять эту информацию. Мест тестирования будет все больше и больше, а центров тестирования будет минимум один в муниципальном образовании. Но есть понятие центра тестирования, а есть понятие места сдачи, норм ГТО. И это абсолютно разные такие структуры, да? Это структура одной системы, у которой каждая свои задача. Ну вот если говорить просто про нас с вами, как обычных жителей Ахангельской сложности... Как желающих сдать нормы. Да, да, вот мы хотим с вами сдать тестирование. Мы, во-первых, регистрируемся на сайте gto.ru. Если мы не можем этого сделать, нам помогают уже в Центре тестирования, мы регистрируемся для того, чтобы получить идентификационный номер. Получение этого ID позволяет регистрировать свои данные на сайте и подтверждать соответствие тому или иному уровню знака отличия. Особенно, если вы претендуете на золотой знак, которыми распоряжается и выдает Министерство спорта страны. Так вот, как только вы зарегистрировались, вы направляете заявку, либо приходите, либо направляете ее любым удобным способом в Центр тестирования по своей территории. Подаете, что вы хотели бы пройти. А адрес Центра я найду на этом же сайте. Да, конечно, на этом же сайте размещен адрес Центра тестирования. То есть заполнил заявку, тоже нашел свой район, округ и город, и туда ее отправил. Да, вы отправили заявку, из Центра тестирования вам приходит информация. В такие-то дни будет там-то и там-то, на этих-то местах организовано тестирование. Приходите, вы идете к врачу и получаете медицинский допуск. Если это обучающиеся образовательных организаций, для первой группы здоровья достаточно обычного допуска. Но если есть какие-то волнения, вас направят на диспансеризацию, направят на обследование, которое сделает заключение. Можете вы сдавать комплекс готов к труду и обороне, или стоит еще подлечиться. Это тоже очень важный момент. Тут главное не навредить. Конечно, конечно. С одной стороны, это добровольно, это каждый может сделать, это бесплатно. Но с другой стороны, ведь речь идет о здоровье. Затем вы получаете медицинский допуск, сдаете тестирование. В невидимой части специалист заполняет протоколы, заполняет их на сайт в соответствии с вашим ID. И потом вы ждете, когда в торжественной обстановке вам вручат золотой знак отличия. Вот этот разрыв между уже сдачей норм и получением значков, он будет серьезным? Он зависит от уровня, на который вы претендуете. Если это бронзовый знак отличия, это будет максимально приближенно территориально, учитывая нашу огромную Архангельскую область. Это будет достаточно быстро. Сейчас, конечно, когда в тестовом режиме мы будем пробовать, первое время, может быть, будет какой-то такой период, временной отрезок более длительный. Нам надо изготовить эти знаки, нужно отладить всю процедуру. То есть будут непременно какие-то шероховатости. Для этого нам и дан 16-й год для разбега, для того, чтобы натренироваться и все организовать достойно. А когда придет весь поток населения с 1 января 2017 года, мы должны уже быть готовыми в полной мере. Бронзовые будут наиболее возможны. Серебряный знак отличия — это региональный центр тестирования уже будет готовить. Их не будет, на самом деле, наверное... Я очень надеюсь, что их будет очень много. Но вот сегодняшняя статистика, к слову говоря... Да, вот из тех, кто сдал. Да, 25 тысяч человек сдали из... Вот берем их за 100%, из них 70% соответствовали тому или иному знаку отличия. То есть это порядка 15 тысяч? Наверное, даже больше, да. Но при этом в структуре 20 — это золотой знак отличия, 40 — это серебряный, и остальные — это бронза. При этом это были тестирования, где, разумеется, участвовали те, кто был уверен в себе, кто был наиболее готов. То есть это идеальные показатели? Конечно, это идеально. То есть мы уже даже среди идеальных показателей знаем, что только 20% золотой знак, да, и 40 — это серебряный. Поэтому для этого мы и тестируем всю эту систему, чтобы понять, какая нагрузка, сколько знаков надо изготовить, какова может быть динамика. Но мы очень надеемся, и мы сделаем золотых знаков и серебряных с запасом, чтобы здоровье северян было все лучше и лучше. Есть ли какие-то объективные трудности, да, все-таки это достаточно масштабная работа, серьезный комплекс, нужно учесть множество нюансов, и медицина, да, и спорт, и образование задействованы. Сегодня что является такими первостепенными вашими задачами подготовки к 2016 году? К 2016 году, во-первых, мы должны четко укомплетовать места тестирования. Это такая задача не только к 2016 году, но и в целом подготовки к принятию нормативов официально. Во-вторых, это медицинское сопровождение. Это вообще на самом деле такой острый проблемный вопрос, который сегодня обсуждается, и были поставлены конкретные задачи губернатором Игорем Анатольевичем Орловым перед Министерством здравоохранения Архангельской области. Потому что, представьте, какой объем людей придет получать допуски, какой объем людей придет на дополнительную диспансеризацию. Это и отвлечение персонала, это и нагрузка серьезнейшая, да, и временное. Ну, в сутках-то 24 часа, и не больше. Мы должны быть к этому готовы, это не обсуждается, это указ, это общее требование, поэтому, конечно, здесь вопрос серьезнейший. Еще один момент, который из таких, из приятных, да, это механизм стимулирования поощрения. Вот вроде бы кажется, это задача каждого. Но для обучающихся уже определено. Преференции при прочих равных в конкуренции. Да, это не баллы ЕГЭ, это дополнительные баллы при прочих равных, да, которые будут учитываться или могут учитываться высшими учебными заведениями. Или там, допустим, какими-то подразделениями, куда очень хочется поступить и высока конкуренция. То есть даваться будут преференции. Но есть еще группа работающих граждан, есть еще категория ветеранов и вообще, да, тех самых разных слоев населения, которым тоже нужно придать дополнительный стимул, кроме модного и очень нужного для всех нас явления. Вопрос со спортзалами, да, все-таки основную нагрузку они примут на себя, я так понимаю. Готов ли регион с точки зрения вот этой спортивного функционирования? Да, за последние годы мы в разы выросли по темпам строительства спортивных площадок и крытых спортивных сооружений. Но сейчас не об этом разговор. В отношении комплекса ГТО, на самом деле, мы почему и проводим сейчас всячески вот эту историю, рассказывая людям, готовиться к сдаче норматива не обязательно в модном и нет потребности в наличии крытого спортивного сооружения. Отжимания, поднятие пресса, тест на гибкость, прыжки и все остальное – это, возможно, вполне доступных такой шаговой доступности площадках и даже дома. Поэтому мы ориентируем всех, чтобы на сайте ГТО, где размещена сама методика, посмотреть, как правильно выполнять те или иные упражнения, чтобы, не дай бог, себе не навредить. Но с другой стороны, чтобы люди могли этим заниматься. Там трудности составляет, пожалуй, только плавание, потому что объективно нужно уметь плавать и нужно этому учиться. В этом направлении мы сегодня активно работаем. То есть есть какие-то планы по модернизации спортобъектов, по строительству новых бассейнов? Конечно, конечно. У нас принято на заседании правительства буквально на днях изменение в государственную программу, где серьезный задел дан по строительству и крытых, и открытых спортивных площадок, и крытых спортивных сооружений на территории региона. Мы построим более 10 самых разнообразных типов спортивных сооружений, учитывая также комплекс ГТО. И построим более 100 спортивных площадок, гимнастических комплексов. И вообще будем развивать всячески государственное частное партнерство для того, чтобы все слои населения с разным уровнем дохода, с разным уровнем претензий могли себе позволить. И это стало доступным явлением подготовка к тестированию. Хорошие цифры прозвучали. Вот еще хочу уточнить, у нас в разговоре достаточно часто упоминался сайт ГТО. Правильно ли я понимаю, что не зарегистрировавшись там, нет смысла приходить и сдавать ГТО? Для пробного тестирования можно, разумеется, приходить, не имея идентификационного номера. Наши специалисты помогут. Чтобы реализовать спортивные амбиции? А чтобы реализовать спортивные амбиции, претензовать на знак отличия, нужно пройти регистрацию. Мы эту информацию сейчас также повсеместно размещаем. К сожалению, общая статистика по региону не такая масштабная. Когда мы начали тестирование, еще не было регистрации на сайте. Сегодня каждый желающий может пройти регистрацию. Сама когда проходила, это занимает какое-то время. Иногда, особенно у взрослого населения возникает вопрос, зачем это и так далее. Но мы сегодня живем в век информационных технологий. И вот сама технология, когда проходишь, ты понимаешь, зачем все это было. Ты понимаешь, что это возможность учета вообще роста каждого человека. И не нужно разводить очень много бумаг, документов, поднимать какие-то архивы, для того, чтобы стала прозрачной история. Еще один вопрос хочу задать. Все-таки сдача норм — это такой чисто физический труд или будет устроено некое шоу, может быть, какой-то праздник? Мы будем проводить. Люди приходили и получали не только, может быть, какие-то баллы, цифры своих возможностей, но, может быть, и получали позитив? Мы стараемся всегда все областные акции делать ярким шоу и праздником. Например, в День физкультурника на Центральном стадионе Труд это было не просто тестирование, это было яркое событие. Или мы соединяем тестирование ГТО к другим значимым праздничным мероприятиям, которые происходят. Будь то это коммерческие какие-то мероприятия или яркие просто события в сфере молодежной политики, патриотического воспитания. Мы везде создаем площадку по тестированию в рамках нормативов комплекса ГТО, бесплатно, естественно, но создаем вот такой элемент модного, яркого явления, когда смотришь и говоришь, я тоже могу, я тоже хочу. Это должно стать тем самым мейнстримом, да, модное слово сегодня? Да, 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 это должно стать модным трендом. Ну что ж, я думаю, что о каких-то уже конкретных итогах мы сможем поговорить в начале 2016 года, поэтому не прощаюсь. Да, увидимся и сдавайте нормативы. Комплекс ГТО и министр по делам молодежи и спорту Архангельской области Илена Доценко были сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу, всего доброго и до встречи в эфире.